Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Сегодня 31 августа, заключительный день лета. Надеюсь, все успели хорошо отдохнуть и с сентября включиться уже активно в работу, поскольку знаем мы с вами, что летом волатильность обычно падает, а с сентября игроки возвращаются на рынок. Начинаем мы наш анализ, как обычно, с индекса S&P 500. Индекс S&P 500, вчера мы говорили о том, что нужно нам еще чуть-чуть буквально добить до циклического диапазона. И как видим, мало того, что мы добили этот диапазон, мы еще его успешно пробили и даже оттестировали верхнюю границу. Поэтому нет сомнений в том, что в ближайшее время продолжится восходящий тренд. Тот, кто до сих пор продолжает держать лонговые позиции, можете это делать вплоть до котировок 45, 54, 45, 63. Это приблизительный циклический следующий диапазон, откуда у нас возможны какие-то коррекционные движения. Ну а кто, соответственно, не успел зайти в рынок, те можете, конечно, на свой страх и риск залетать с текущих позиций. Но я предпочитаю заходить на коррекциях и вам рекомендуют того же. Что касается более глубоких коррекционных уровней, это у нас, исходя из обновления локального максимума, будет уровень 44, 58 и 44, 15. На эти уровни обращайте внимание и ориентируйтесь на них при принятии решения по входу в рынок. Если смотреть какие-то более расширенные границы, то у нас здесь есть некий целевой диапазон, который мы уже третий раз подтягиваем, поскольку не всегда он отрабатывает и коррекционного движения не следует. Но, тем не менее, его можно использовать для того, чтобы установить там какие-то лимитные ордера. То есть, если вдруг будет прострел в нисходящем направлении, чтобы нас быстренько забрало и потом, после того, как рынок откупят, мы, соответственно, с вами уже будем в плюсе. По евро-доллару. Вчера говорили мы о том, что нам нужно еще немножко подрасти до нашего целевого диапазона, но, как видим, сейчас эта идея полностью выполнилась. Зашли мы в целевой диапазон. Что касается размерности, ну, практически с небольшой погрешностью эту размерность мы выполнили, поэтому сейчас нам, по сути, ничто не мешает идти в нисходящем направлении. Но здесь теперь смущает следующий факт. Тренд восходящий к верхней границе, ну, тренд я имею в виду краткосрочный, среднесрочный тренд нисходящий, мы подходим к верхней границе, и здесь у нас, как всегда, наступает апогей. Потому что знаем мы, что при длительном направленном тренде, при подходе к границе трендового канала у нас может произойти пробой. Поэтому мы будем с вами наблюдать и отрабатывать сначала идею похода вниз согласно трендовому движению, Ну, а затем уже, если будет намечаться что-то типа трендового пробоя, тогда будем отрабатывать идею пробоя с дальнейшей перспективой восходящего движения. Пока что на текущий момент ключевые уровни поддержки 1.1788, 1.1766, более дальние 1.1758, 1.1722. Основная идея пока что здесь я не рекомендую с текущих позиций заходить ни в лонг, ни в шорт, потому что нет, для этого достаточно оснований. Для того, чтобы зайти в лонг, нам нужна как минимум коррекция к зеркальному уровню или к какому-нибудь ключевому уровню поддержки и сопротивления. А для того, чтобы зайти в шорт, нам, опять же, необходима какая-то точка отсчета. И в данном случае этой точкой отсчета является верхняя граница трендового канала на уровне примерно 1.1840. Можно, конечно, подождать более четкого сигнала движения в восходящем направлении к котировке 1.18606, то есть как-то через ложный пробой вот эту ситуацию отработать. Но, опять же, не факт, что здесь ложный пробой будет иметь место. Поэтому нам достаточно будет просто касание верхней границы трендового канала, и после этого мы уже сможем спокойно заходить в шорт. Помимо этого, обратите внимание, что здесь у нас есть неотработанный ключевой уровень на котировке 1.1835. Его также можно использовать как ориентир для принятия решения, но так или иначе мы до него еще не достали. Идем далее. Фунт-доллар. По фунту мы с вами говорили вчера про восходящее движение. Как видим, это восходящее движение состоялось. Более того, мы точечно оттестировали нижнюю границу нашего ближайшего целевого диапазона. Поэтому можно сказать, что данная идея у нас оправдалась, она выполнилась. И сейчас здесь мы будем наблюдать следующую картинку. С одной стороны, есть восходящий тренд и есть перспектива дальнейшего восходящего движения. Поэтому, если вы вдруг решите шортить данный инструмент, то я вам рекомендую подождать, когда цена немножко поднимется вот в эту область, которую мы рисовали вчера. Это 1.3816, 1.3833. И из этой области уже принимать решение по сделкам шорт. Но при восходящем таком тренде шортить инструмент не самая изящная идея. Я понимаю, что здесь у нас нисходящий тренд, но, как видим, мы трендовую линию-то успешно пробили. Поэтому здесь вполне возможно будет вот такое же движение, которое было раньше. Эту размерность, кстати, мы с вами можем использовать и подставить ее далее для того, чтобы спрогнозировать потенциал движения. Потенциал у нас приходится аккуратно, уровень 1.40 ровно. Поэтому здесь я бы рекомендовал с текущих позиций, опять же, не заходить в какие-то сделки, а дождаться более удачной точки входа. Например, точка входа в лонг у нас будет после коррекции на предыдущую размерность. Но поскольку здесь движение такое восходящее направленное, здесь размерность может быть абсолютно разной. То есть она может быть на все вот это коррекционное движение, а может быть только на часть этого коррекционного движения. Поэтому здесь придется выбирать и принимать решение входить в эту сделку или не входить. Но так или иначе, восходящий тренд здесь у нас продолжается. И тот потенциал циклический, который мы отрабатываем, он еще, как видим, не полностью отработал. Поэтому вполне вероятно продолжение восходящего движения. Будьте внимательны. Доллар иена. Пока что застряли в небольшом флете, но тем не менее наш вчерашний сценарий отработал великолепно. Кто продавал от уровня 109.936, сейчас должны быть в плюсе примерно на 12 пунктов. Кто не продавал, ну извините, ищем и ждем следующую точку входа. Так или иначе, сейчас у нас здесь тенденция располагает к дальнейшему нисходящему движению. Будем рассчитывать на тестирование нижней зоны ликвидности и после этого уже принимать решение по дальнейшей судьбе этого инструмента. Может быть, конечно, мы и не дойдем до нижней зоны ликвидности и застрянем в небольшом таком флетовом диапазоне, ограниченным как раз двумя линиями, которые я нарисовал на графике. И так или иначе, в этом случае мы будем рассматривать движение в лонг, то есть через какие-то разворотные паттерны, либо просто в агрессивную входить. На текущий момент здесь потенциал, я вижу, именно нисходящего движения. Если же мы будем обновлять сегодняшний локальный максимум 109.976, тогда здесь возможно формирование паттерна 1.2.3 и потенциал к восходящему движению. Но с учетом структуры движения цены общей, я на такой сценарий не сильно-то рассчитываю. Доллар пока находится под давлением, поэтому полагаю, что путь наименьшего сопротивления режет в шорт. Идем далее. Доллар-канадец. Доллар-канадец, как мы с вами вчера и говорили, немножко опустился. Но правда, произошло это не с уровней сопротивления, а с текущих позиций практически сразу же после того, как был записан внутренний обзор. Тем не менее, нижнюю зону ликвидности мы так и не отработали, поэтому здесь такой неоднозначный момент. С одной стороны, если мы посмотрим на размерность, вот на эту, мы видим, что мы ее выполнили. Ну, то есть, с какой-то минимальной погрешностью в 6 пунктов. Ну, извините, если размерность у нас 380 пунктов, то погрешность 6 пунктов это ни о чем. Поэтому, можно сказать, что размерность выполнена, но зона не оттестирована. Поэтому тут, возможно, как обычно, два варианта. Можно зайти в позиции в лонг с текущих позиций, с идеей отработать вот этот диапазончик целевой. 1.27.31, 1.27.47. А можно подождать, когда мы все-таки нарисуем ложный пробой, и это будет, ну, такая более консервативная, что ли, сделка по более выгодным ценам. Но здесь есть, опять же, риск. Если мы пойдем вниз с текущих позиций, то по идее пробоя трендового канала мы можем настолько глубоко улететь вниз, насколько нам вот это как раз размерность и говорит. То есть, примерно в область 1.23.250. Тем более, что здесь у нас, видим, есть зона, которую мы рисовали раньше, но не отработали. Плюс есть зоны ликвидности, которые давно уже висят и тоже не отработали. Так что, в принципе, лететь нам можно очень долго. Более того, мы с вами помним прекрасно вот этот срыв цены, который произошел в прошлом году, когда мы полностью сменили тренд и вот это вот движение. Сколько оно здесь составило? Ну, на минуточку 2650 пунктов движения. Оно, конечно же, не факт, что будет таким же бодрым, но может, несомненно, повториться. Рынок цикличен и история повторяется, как мы с вами знаем. Поэтому здесь будьте внимательны, не рискуйте и обязательно устанавливайте стоп-лоссы. Идем далее. Доллар-франк. Доллар-франк зависает в небольшом флете. То есть, видим, что здесь у нас четко прослеживается граница, нижняя и верхняя. Можно ее отметить вот таким вот прямоугольником. Ну и все-таки граница у нас, как видим, с уменьшением амплитуды. То есть, постоянно мы не обновляем локальный максимум и не обновляем локальный минимум. Потихоньку их подтягиваем. Тем не менее, границы треугольника, они немножко расширяются. Поэтому здесь у меня создается ощущение какого-то накопления и что последует выстрел. Цену то и дело пытаются сбивать. Регулярно мы с вами видим срывы цены. Сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Но тем не менее, цена остается в рамках вот этого диапазона. Поэтому пока мы движемся во флете, здесь про трендовое движение говорить едва ли можно. Для того, чтобы нам выгодно купить или выгодно продать, нам нужно в первую очередь выйти из этого флета. Для этого нам нужно пробить верхнюю линию диапазона или нижнюю линию диапазона. И на закрепление или ретесте мы с вами входим в сделку. Ничего нового, ничего сверхъестественного. Границы те же. Австралиец доллар вчера немножко попытался скорректироваться, но в итоге сегодня на азиатской торговой сессии все-таки улетел в восходящем направлении. Пока что продолжаем придерживаться тех тенденций, которые намечали ранее. То есть у нас здесь явно восходящий тренд, пока мы не пробьем линию поддержки. Поскольку на вот эту циклическую область была реакция, мы ищем следующую цель. Здесь же можно посмотреть, какая у нас цель будет локальной. Так, а локальная у нас будет цель 0.73.73, 0.73.85. Поэтому стремимся к этой цели. Есть, конечно, еще одна размерность, которую мы также можем с вами измерить и определить цель. Но видим, что она находится в непосредственной близости. Поэтому мы можем вот так вот отметить нижнюю границу, а вот эту область немножко расширить до тех границ, которые у нас образовались вновь. Таким образом получаем зону интереса, откуда можно будет пробовать уже агрессивные продажи. Тем более, что судя по размерности, у нас практически выполнится предыдущее движение. Это дает дополнительный фактор того, что отсюда мы можем как раз начать корректироваться. Поэтому, пожалуйста, можно эту идею использовать. Ну или можете себе вот таким образом отрисовать трендовый канал, что в принципе тоже подтверждает идею, что мы движемся к верхней его границе и отсюда можно будет агрессивно продавать. Идем далее. Новозеландец. Новозеландец мы ожидали с вами вниз, к нижним зонам ликвидности. Как видим, не сработало. Кстати, по Новозеландцу у меня сегодня несколько сделок поймали с топоря. Ну ничего страшного, бывает, как говорится, рынок не без минусов. Вот. Тем не менее, что сейчас у нас здесь основное? Мы снова вернулись во флетовый диапазон. Движемся сейчас к верхней его границе. И основной целью я рассматриваю 0.70-0.80. Это практически верхняя граница флетового диапазона пробитого ранее и плюс нижняя граница циклического диапазона. Поэтому отсюда можно будет совершать агрессивные продажи по Новозеландцу. Если же идея не сработает, тогда просто при закреплении выше границы флета мы будем с вами покупать с идеей дальнейшего похода в восходящем направлении. Ну а пока что смотрим именно так. Плюс. Все-таки вот эта размерность, она у нас немножко поменьше. И после вот этой коррекции видим, что размерность нас приводит в середину циклического диапазона. Это находится за верхней границей флетового накопления. Поэтому здесь мы можем предположить, что теоретически у нас возможен какой-то ложный пробой с тестированием вот этой зоны, а затем поход в нисходящем направлении. Такое, в принципе, тоже вполне возможно. Поэтому будьте здесь внимательны. Если мы хотим купить, то нам нужно дождаться какой-то коррекции, какой-то выгодной цены. Покупать с текущих позиций слишком дорого. Поэтому здесь мы рассматриваем те размерности, которые у нас были ранее. Вот эта размерность номер один. Далее. Вот эта размерность. Но она практически совпадает с предыдущей. Это размерность номер два. Да, они, можно сказать, совсем совпадают. Так, это размерность номер два. Ну и размерность номер три. Это вот эта маленькая. Но я даже не знаю, как ее рассматривать. Потому что она действительно очень короткая. То есть здесь даже мы зеркальный уровень не тестируем. Поэтому я бы все-таки ориентировался именно на большие размерности. Ну а после ретеста вот этой зоны здесь уже можно искать какие-то покупки. Здесь у нас будет относительно консервативный стоп-лосс и достаточно неплохой тейк-профит. Идем далее. Золото. Золото вчера предприняло попытку закрепиться под уровнем ПОК. Танцевали мы практически всю европейскую сессию возле этого уровня. В итоге потом пошли в нисходящем направлении. Но Азия все снова развернула. Поэтому сейчас здесь у нас идея остается прежней. Мы рассматриваем восходящее движение. Но уровни поддержки у нас ни один пока не оттестирован. Поэтому наиболее выгодные покупки рекомендую совершать от котировок 186.15, 1797.79. Ну а дальше уже держать золото до тех границ, до которых вам позволит терпение. Ближайшая зона, до куда мы можем сходить, это 1838.66. Это зона ликвидности неотработанная. Поэтому это будет наш основной ориентир. Так, далее серебро. Серебро застряло в небольшом флете. Но интересно, что те даже инструменты, которые вчера застряли во флете, они не нарисовали нам вложенный день. То есть границы были полностью обновлены. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Ну потому что у нас не появилось дополнительных зон ликвидности. Сейчас, что мы здесь будем делать? У нас не произошло обновление локального максимума, поэтому уровни поддержки остаются актуальными. 23.83, 23.64 и 23.33. Поэтому рассматриваем дальнейшие движения в восходящем направлении. Как видим, мы закрепились выше границы флетового диапазона, поэтому здесь путь открыт. Можно даже с текущих позиций рассматривать какие-то сделки в лонг. Стоп-лосс прятать за локальный минимум вчерашнего дня. Ну а ближайший тейк-профит у нас находится на котировке 24.51. Следующий тейк 24.90. Мы с вами об этом говорили. Так, идем далее. Нефть марки Brent. Продолжаем карабкаться в восходящем направлении. Снова выполнили коррекцию. Не ту, на которую рассчитывали. То есть выполнили маленькую размерность, ту, которая у нас была вот здесь. Ну а большую снова не выполнили. То есть недостаточно было условий для точки входа. Тем не менее продолжаем идти к тем целям, которые мы намечали. И здесь, ну мне конкретно кажется, что вот исходя из такого движения, у нас тренд потихоньку затухает. Не могу сказать наверняка, потому что не вижу реальных объемов, которые проходят по нефти. Но, насколько я помню, у нас сегодня, как раз 31 августа, заканчивается фьючерсный контракт на нефть июньский. И будет действовать сентябрьский фьючерсный контракт. Поэтому, возможно, какие-то резкие срывы цены, движения и так далее. Будьте к этому готовы. Мы можем дать неплохой вертолет. То есть сначала в одну сторону, а затем сразу же развернуться и полететь в другую сторону. Ближайший ориентир у нас 73.95, 75.63. Вот эта область. Если же будем пробивать трендовую линию поддержки, то будем уверенно смотреть в нисходящем направлении. По крайней мере, пока что мне так и видно. Так видно. Так, идем далее. Доллар-рубль. Вовремя я вчера, конечно, зашел здесь в лонги. Меня сегодня этим гэпом благополучно отстопило. Поэтому буду теперь дальше наблюдать, как будет вести себя цена. Одно могу констатировать точно. Значит, здесь мы пойдем по какой-то более длинной размерности. Не по той, которая была. Но либо это будет двухсоставная размерность. То есть, вот такая в район котировки 72.70. Мы закрепляемся сейчас под линией поддержки и сопротивления. Ну и вот такую формацию можно констатировать как разворотный паттерн. Хотя и, конечно, очень большой. Если смотреть по более глобальным целям, то у нас здесь есть фактически две размерности. Есть размерность вот такая. И в этом случае наша цель по нисходящему движению лежит в районе 71.87. Есть размерность более старшая. Но она вообще нас может увести в район 68.93. То есть, будем смотреть по факту, что будет происходить с долларом-рублем. Но пока что здесь я никаких действий больше предпринимать не буду. Мне одной вот этой сделки вполне было достаточно. Поэтому дальше наблюдаем. Смотрим, как себя цена будет вести. Что касается биткоина. Говорили мы с вами о том, что здесь есть два варианта, куда мы можем пойти. Но, как видим, в принципе, у нас сначала пошел на отработку один вариант. Это отскок от линии поддержки. Затем мы его благополучно пробили и пошли по размерности младшего таймфрейма. Поэтому сейчас я рекомендую продолжать придерживаться этой тенденции. То есть, движение именно в нисходящем направлении в район котировки 45.570. Ну а отсюда уже смотреть, как себя будет вести цена. Если будут какие-то разворотные моменты, то можно будет отработать движение к верхней границе трендового канала. Если будем пробивать до целевого диапазона, то здесь можно рассмотреть какие-то агрессивные точки на покупку. Все-таки биткоин сейчас имеет именно восходящий тренд. Несмотря на то, что было снижение, общий тренд все еще остается восходящим. Поэтому я считаю, что можно продолжать его покупать. И есть вероятность, что до конца года даже он перейдет на обновление глобальных максимумов. Ну и на этом можно будет неплохо заработать. Это все торговые идеи на сегодня. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Желаю вам всего хорошего и пока! Субтитры сделал DimaTorzok